Привет, YouTube! Очередная посылка из Китая до меня наконец-то докатилась, и я с нетерпением хочу вам рассказать о ней. На этот раз речь пойдет о беспроводном наборе, состоящем из клавиатуры и мыши, под компанию Xiaomi MiW Wireless Combo. Также большими буквами на коробке написано Plug and Play, что в переводе означает «подключи и играй». Обратите внимание на внешнее состояние коробки. Она пришла полностью помятая, местами даже и расклеилась. Одним словом, внешний ее вид стал полностью непрезентабельным. Хоть и была она при транспортировке запакована в пупырчатый пакет и доставлял с транспортной компанией, но все равно судьба ее изрядно помотала. Давайте быстро прочитаем, что еще написано на коробке с обратной стороны и будем уже начинать распаковывать. Как видим, по комплектации коробка должна содержать клавиатуру, мышь, 4 батарейки, USB приемник и инструкцию. Дата изготовления этого набора стоит в феврале 2020 года. А также указано, что данный набор работает на частоте 2,4 ГГц и поддерживает такие системы, как Windows начиная с 7 версии и macOS начиная от 10 версии. Ладно, идем дальше, а то и так уже долго разглядываем эту мятую коробку. Обратите внимание, что пломбы с двух сторон сорвали до меня, а значит продавец распаковывал и проводил какие-то манипуляции. Также присутствует инструкция с картинками, составленные на английском языке. Обзор давайте, пожалуй, начнем по порядку с мыши. По дизайну она получилась достаточно минималистичной, пухлой, но по крайней мере в моей руке лежит хорошо и держать мне ее удобно. Выполнена она в универсальном виде, так что подойдет как для левши, так и для правши. По бокам имеется точная перфорация и из-за этого рука по ее поверхности не с газетой. Колесо прокрутки сделано полностью пластиковым с зубчатыми насечками. При прокрутке отчетливо чувствуется каждый шаг поворота колеса. Ход клавиш как правой, так и левой кнопки мыши умеренным. Щелчки при нажатии стандартные, имеют обычную громкость. Также сверху имеется световой индикатор, который загорается на некоторое время только при включении устройства. Ну и думаю при разрядке батареек он также начнет вам сигнализировать о необходимости замены комплекта. В нижней части расположили переключатель включения-выключения устройства. Чуть ниже находится оптический инфракрасный датчик с разрешением 1000 DPI, что вполне достаточно как для игр, так и для выполнения различных высокоточных задач. Еще ниже расположен круглый отсек для батарейки, куда вставляются две батарейки типа 3А, а между посадочными местами расположили место для хранения USB адаптера. По мыши я думаю всем все понятно, давайте теперь посмотрим на клавиатуру. Что ж, при беглом взгляде клавиатура выглядит очень даже симпатично. Она имеет полноразмерный форм-фактор и немного необычный дизайн. Производитель делал эту клавиатуру немного приподнятой в верхней ее части, получив достаточно комфортный угол для удобного набора текста. Но при этом ее еще возможно немного приподнять, предварительно откинув вот эти две ножки. Пальцами их поднять из пазов для меня было проблемно. Уж очень они глубоко посажены, поэтому я откидываю их, поддевая ножом. Тут же с обратной стороны находится отсек для установки двух батарейок 3А. И также имеется место для хранения USB адаптера, в котором сейчас и находится мой приемник. Кстати, заметил маленький косяк от производителя. Заключается он в том, что одна из пяти прорезиненных ножек, расположенных по краям клавиатуры, значительно выше, чем остальные. И из-за этого клавиатура на столе лежит неровно и играет. Ну а так, по задней части мне в принципе больше добавить и нечего. Давайте перейдем и рассмотрим лицевую сторону. Клавиша имеет необычную квадратно-овальную форму с небольшими углублениями практически на каждой клавише. Почему практически? Да потому что нижний ряд, там где расположены кнопки Ctrl, Alt, пробел и так далее, наоборот, имеют выпуклую поверхность. Расстояние между клавишами обычное, как на стандартных клавиатурах. Так что переучиваться и долго привыкать к ней вам не придется. В правом верхнем углу с торца расположили переключатель включения и выключения клавиатуры. А на лицевой стороне имеются четыре индикатора. Это питание, переключение режима работы клавиатуры для Mac и PC, индикатор нажатия капс лока и индикатор нажатия на блок. Ну и логотип тоже не забыли прорисовать. По клавиатуре, наверное, тоже все рассказал, по крайней мере, что хотел. Теперь давайте вставим батарейки в устройство, подключим и протестируем. На самом деле, по тестированию рассказывать особо нечего. На Windows все быстро определилось, подхватилось и начало работать. Каких-либо манипуляций с вашей стороны абсолютно не требуется. Как клавиатура, так и мышь полностью адекватно и исправно начали работать. Ничего при этом не глючит и не тормозит. Для пользователей Mac я также не поленился и провел тестирование всего этого набора. И тут я тоже с уверенностью заявляю, что на моем хакинтоше, который вы сейчас видите, все подхватилось и исправно заработало. Никаких текстов я не ставил. И дополнительных манипуляций за кадром я не проводил. Ну а если уж на хаке заработал все без проблем, то на ваших оригинальных устройствах тут точно будет все летать. Да и в заключении я немного поэкспериментировал и попробовал подменить USB приемник. Как видите, ничего из этого не получилось, ни мышь, ни клавиатура не заработали. Получается, что если накроется USB приемник, то скорее всего вы выкинете весь этот набор на помойку. Благо цена его обошлась мне всего в 1700 рублей, что согласитесь, приемлемая сумма. И особо не будет жалко, если данный комплект проработает год, полтора или два. А так как в качестве изготовления и выпускаемого продукта компании Xiaomi я уверен практически на 100%, поэтому с уверенностью могу сказать, что ломаться в ближайшее время тут точно ничего не будет. Поэтому данный набор я вам советую к приобретению. Ссылочку, где я заказывал данный товар, я как всегда оставлю внизу к описанию видео. Переходите и заказывайте. А на этом у меня на сегодня все. До новых встреч. Пока.